Анорексия Обложки глянцевых журналов диктуют нам свои стандарты красоты И многие девушки в погоне за идеальной внешностью Оносят непоправимый вред своему организму Жесткие диеты и злоупотребление процедурами по промыванию желудка Все это приводит к анорексии, болезни 21 века Анорексия – психическое заболевание, при котором наблюдается отказ от привычной пищи Психологическое желание потери веса, сопровождающиеся сильным страхом ожирения Что такое анорексия? Анорексия – очень распространенное заболевание в современном мире И в настоящее время появляются, в том числе и в России, клиники, которые специализируются именно на лечении анорексии На самом деле эта болезнь существует давно Но сейчас мы можем сказать, что настоящая эпидемия анорексии И очень много пациентов обращаются с этой проблемой В чем же проблема? Что именно происходит с человеком? Мы можем наблюдать очень большую потерю веса, которая связана с отказом от еды Или же со специальными приемами, которые позволяют человеку похудеть В этом случае пациентки, чаще всего это пациентки, потому что чаще всего это женщины Они могут вызывать у себя рвоту или использовать диуретики, или слабительные, которые позволили бы им похудеть И в то же время это могут быть истощающие физические упражнения, которые тоже направлены на похудание Этиология этой болезни довольно-таки сложная Это не только невротическая реакция, но и определенные биологические механизмы Это особенности строения клеток головного мозга, которые являются предрасполагающими факторами для развития этой болезни И в этом смысле нужно понимать, что нервная анорексия требует серьезного лечения, в том числе специализированного психиатрического лечения Чаще всего анорексия встречается у девушек, работающих в индустрии моды Модели, во вред своему здоровью, вынуждены поддерживать свои формы для того, чтобы выходить на подиум Девушки постоянно сидят на диетах и доводят себя до полного истощения Бытует такой миф, что модельные агентства такие ужасные, доводят девушек до дистрофического состояния На самом деле все не так Вы должны понимать, что модельные агентства очень сильно заинтересованы в модели, в ее профессиональном уровне, чтобы она выглядела в форме Когда приходит к нам девушка и мы просим ее немножко похудеть Потом в дальнейшем вкладываются очень огромные деньги, усилия, много времени в создание образа этой девушки Чтобы она в дальнейшем уже профессионально работала Когда девушка доводит себя до состояния дистрофии и так далее, что это болезнь на самом деле И она ложится в больницу для какого-то лечения, то это просто представляется какие-то убытки для агентства Агентства ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы девушка доводила себя до такого состояния Есть определенные параметры, бедер, талии и так далее, в которых нужно себя держать Меньше тоже плохо, так же как и больше В модельном бизнесе, естественно, девушка должна обладать хорошими параметрами фигуры Быть стройной, хочу заметить, стройность и худоба это очень разные вещи Ключевое слово именно стройность, гармония и ее пропорциональное телосложение, а не истощенность, неизможденность Но, как правило, этим страдают девушки, которые очень помешаны на этой работе Самое главное не упустите, если есть какие-то люди рядом, там, подруги, друзья, те, кто имеют доступ к этой девушке, которая так или иначе решила для себя стать моделью То вовремя нужно схватить этот момент, потому что потом, ну, последствия не всегда очень приятны Это такие психологические, не очень хорошие штуки, и они не всегда это понимают несчастью Я считаю, что это, конечно же, излишние методы доводить себя диетами до анорексии Так как девушки после этого начинаются проблемы со здоровьем, они начинают плохо выглядеть, вплоть до того, что были случаи летального исхода Поэтому, как визажист, я, конечно же, выступаю за натуральную красоту Все, что нам дает природа, на самом деле, это самый лучший вариант и больше всего нам подходит С нашей стороны нужно лишь только подчеркнуть какие-то моменты, и этого будет достаточно Есть и психотерапевтический аспект того, что происходит с пациентами И если смотреть очень глубинно, если смотреть очень базово, то это не только желание похудеть И не только желание изменить свои формы, но это и в целом такое базовое неприятие самого себя С чем это может быть связано? С очень разными причинами Мы в каждом случае это анализируем, мы в каждом случае ищем Но это могут быть какие-то тяжелые стрессы или тяжелые события, через которые прошел человек в том числе И в этом смысле пациентам нужна и психотерапия Но нужно помнить, что изолированной, скажем, психотерапией эту проблему не решить И вообще-то анорексия является показанием для госпитализации в больницу Это может быть лекарственное лечение, это лечение, направленное на восстановление веса Но это и тяжелый путь, который приходится проходить пациентам для того, чтобы восстановилось их питание Потому что многие проблемы возникают с желудочно-кишечным трактом И возникает такая ситуация, когда пациенты в принципе не могут кушать И у них рефлекторно происходит отрыгивание пищи или рвота И в этом плане пациенткам приходится пройти очень непростой путь для того, чтобы вернуться к нормальному, обычному питанию По статистике из 100 девушек в возрасте 13-14 лет, двум поставлен диагноз анорексия Родителям стоит своевременно обратить внимание на аппетит подростка И при малейших признаках анорексии необходимо немедленно обратиться к психиатру и диетологу Лечение назначается исходя из состояния больного и степени запущенности заболевания Стремление похудеть и отлично выглядеть – понятное желание любой девушки Но в каждом деле нужно знать меру Любите себя и помните, что ваше здоровье важнее всего